Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Уважаемые телезрители, ассаляму алейкум! Мы рады вас вновь приветствовать на нашей передаче «По душам». Современный ритм жизни диктует нам свои условия, и одно из этих условий — умение хорошо и правильно общаться. Почему у некоторых людей возникают барьеры в общении? Это тема нашей сегодняшней программы. Будьте с нами! Общение давным-давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. На работе, во время учебы, в транспорте, дома и даже в интернете. Оно занимает львиную долю нашего времени. И всё было бы ничего, если бы не барьеры общения. Именно они, эти досадные помехи, мешают нам получать от общения пользу. Эти барьеры возникают в самых различных ситуациях и практически у каждого человека. Многие современные психологи заинтересованы в том, чтобы развить такую способность, как умение успешно общаться. Ведь когда возникает барьер, человек не может выразить свои чувства, например, не может ясно излагать свои мысли. В чём же кроется причина, разберёмся вместе. Наверное, у каждого человека бывало ощущение, что собеседник будто бы защищается, воздвигая невидимую стену между вами. Эта стена и есть тот самый пресловутый барьер. Откуда же они берутся, эти барьеры? Барьеры общения появляются в нашей жизни по разным причинам, и, как правило, из-за особенностей наших характеров и ситуаций. И уже бывает не разберёшься, кто и почему виноват. Наверняка с проблемами в различных ситуациях общения сталкивался практически каждый человек, вне зависимости от своего пола, возраста, социального статуса, ценностей и установок. Это может означать лишь одно – причины, по которым возникают барьеры в общении, различны, и присутствуют они в жизни практически каждого человека. В особенности в детстве иногда некоторые ситуации, которые происходят в нашей жизни, напоминают нам ситуации из детства, когда мы общались с нашими родителями. Данные причины могут осознаваться или не осознаваться, когда у нас возникают барьеры общения. Таким образом, множество исследований показывают, что такого рода барьеры в основном появляются в детстве. Мы порой действительно сами не замечаем, как мы до конца не выслушиваем наших детей, что-то им говорим директивно, и они не получают такую возможность выразить, что у них происходит внутри. Иногда бывает личностный барьер. У каждого из нас, конечно же, есть характер, и некоторые его черты могут кого-то не устраивать. Но у кого-то эти черты настолько сильны, что его характер может быть барьером в общении еще из детства. И потом во взрослости нам те или иные обстоятельства напоминают эти события из детства. Иногда также бывает избирательный барьер. То есть, например, с одними людьми мы нормально разговариваем, а вот возникает барьер, например, перед определенными типами людей. И тогда стоит задуматься, когда и на кого мы были обижены раньше. Таким образом, существуют иногда определенные барьеры в общении. Однако замечали ли вы, что у каких-то людей постоянно возникают какие-то затруднения в общении, а у других все идет как по маслам? Каковы же основные черты подобного характера? Прежде всего, необходимо сказать о такой особенности, как глобальное недоверие. Иногда нам кажется, что все люди вокруг одинаковые. Отсюда и чувство недоверия. Когда ученые начали разбираться, ну вот почему же это все происходит? Отчего человек просто не хочет общаться или не может общаться? Оказывается, есть своеобразные виды барьеров. И первое и основное из них — это когда нам не нравится внешний вид собеседника. Возможно, он кого-то напоминает, кто нас когда-либо обидел. Или, возможно, что-либо в его внешнем виде нам не нравится. Конечно же, все зависит не только от личности и характера. Есть ситуации, в которых практически каждый из нас становится некомфортно. Это отражается во всем нашем поведении, в том числе и на общении с другими. В данном случае барьером является ситуация, которая вызвала этот дискомфорт. Тем не менее, лучше всего для разрешения данной обстановки является все-таки семейная обстановка, в которой каждый человек и даже ребенок набирается сил, и его самочувствие улучшается. Второй вид барьеров — это интеллектуальные барьеры, когда, например, два человека, у них разные стили мышления. Или, например, проще — один из них пессимист, а другой из них оптимист. Кто-то говорит о хороших вещах, а другой о плохом. Следующий — это мотивационные барьеры. Это когда у людей, которые общаются друг с другом, разные цели. Это приводит к недопониманию или к искаженному восприятию информации. Следующий — это моральные или этические барьеры. Например, два человека разговаривают, и у них разные понятия о том, что правильно, что неправильно, о духовных ценностях и так далее. Следующий барьер — это барьер установки. Иногда бывает так, что до общения с человеком мы уже как будто бы сформировали о нем мнение. Или кто-либо нам сказал, например, ты знаешь, вот этот человек, он не очень хороший, не стоит ему доверять. И тогда уже у нас заранее формируется какая-то установка или, скажем так, готовность плохо относиться к нему. И последний вид барьера — это барьер отрицательных эмоций. Он связан с общим негативным или плохом самочувствием человека. Например, человек не то, чтобы вам не нравится или не то, чтобы вы плохо к нему относитесь, а просто вы сами неважно себя чувствуете, и из-за этого вам особо не хочется разговаривать. Ну хорошо, допустим, мы определили, что есть какой-либо барьер в общении. Но что в этом случае нужно делать? Какие мы причины можем сделать для того, чтобы убрать этот барьер? Для того, чтобы понять, что существует барьер, можно проследить за позой и жестами человека. И особенно за глазами. Во-первых, это контакт глаз. В случае с барьерами общения он, как правило, редкий, неинтенсивный и полностью отсутствующий, как будто этот человек не здесь. Во-вторых, это поза. Почувствовав трудности в общении, люди зачастую принимают напряженную позу. Или наоборот, неадекватно расслабленную. В-третьих, это жесты. Как правило, они резкие и интенсивные. Разумеется, человек, испытывающий трудности в общении, не всегда ведет себя подобным образом. Это лишь наиболее типичные и яркие сигналы. Каждый человек любит, чтобы его выслушали, чтобы всегда ориентировались на его мнение или давали возможность отреагировать так или иначе. Мы так устроены, что нам обязательно необходимо давать реакцию, скажем так, обратную связь. И поэтому, особенно в общении с детьми, всегда спрашивайте, а что они по этому поводу думают, как они считают, правильный ли поступил тот или иной персонаж и так далее. Говоря об этом, конечно же, очень важно учитывать такой момент, что для человека самым главным и важным человеком является он сам в основном. И поэтому, если вы хотите убедить в чем-то или раскрыть человека, или, допустим, сказать свою точку зрения, то прежде всего необходимо, оказывается, выслушать и послушать его. Мы иногда обижаемся на людей, когда они не поддерживают нашу точку зрения. Нам иногда кажется, ну вот почему он не соглашается, ведь это действительно реально стоящая вещь, это действительно ценное мнение. В эти моменты мы забываем о том, что внутри головы у человека есть своеобразный мир. Он все это по-своему воспринимает. И человек, оказывается, хочет сам принимать решения. Например, мы когда говорим, вот, ты знаешь, это правильно, а это неправильно. И когда мы это говорим, человек, оказывается, лишается возможности сам решать, что для него правильно или нет. И это его немного раздражает. А психологи отмечают, что человек, оказывается, несет ответственность только за те решения, которые он принимает сам. Поэтому желательно в виде предложения, допустим, сказать, да, что, ты знаешь, я считаю, поделиться своим мнением, я считаю, что это так-так, а как ты считаешь? И тогда у человека возникает как бы выбор, что да, действительно он собрал нужную ему информацию, и теперь как бы вывод за ним. Таким образом, уделяя внимание к внутренним чувствам близкого вам человека или ребенка, вы с легкостью сможете предотвратить развитие у него барьера в общении в будущем. Ведь, по сути, каждому ребенку нужно самое главное в детском возрасте. Это признание, внимание и любовь его самых родных и дорогих людей на свете, его родителей. Дорогие телезрители, спасибо вам большое за ваши письма. У передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос к психологу». На данный имейл и номер ватсап вы можете задать вопрос по психологии. Некоторые из ваших вопросов мы рассмотрим в нашей передаче. Самым полезным видом искусств является искусство нравится. И самым лучшим способом заинтересовать других собой — это для начала интересоваться ими. А вы как считаете? С вами была передача «По душам». До новых встреч! Ассаляму алейкум! Субтитры создавал DimaTorzok